Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня готовим пастилу в домашних условиях, в духовке. У меня два вида пастила из груш и яблок. Обязательно попробуйте, очень вкусная и ароматная. Приготовлена с любовью. Для приготовления пастилы нам нужны будут следующие продукты. 1 килограмм нарезанных яблок и 1 килограмм нарезанных груш. Серединку вырезали, если где есть повреждения, тоже вырезали. Теперь добавляем 50 миллилитров воды в груши и 50 миллилитров воды к яблокам. И ставим на огонь. Кастрюли накрываем крышкой и увариваем. Периодически помешиваем. Два больших противня подготавливаем. Размер противня стандартный, 30 на 40. Смазываем растительным маслом. Оденем второй. Через 15 минут, смотрите, яблоки. Вот шкурка сама просто отходит. Хотите, доставайте ее. Хотите, пусть остается. Пюрируйте яблоки вместе со шкуркой. Я те, которые легко достаются, достаю. Те, которые останутся в пюре, пусть остаются. Только не забывайте периодически помешивать. Сейчас покажу, как груши изменились. А вот игрушки. Также перемешиваем. Прошло 15 минут. Через полчаса пюрируем яблоки. Некоторую шкурку я достала, некоторая осталась. Это не проблема. Пюрировали массу. И теперь возвращаем на огонь. Увариваем. Чем сильнее мы уварим яблочное пюре, тем меньше будет сушиться наша пастила. Теперь пюрируем груши. Груши также возвращаем на огонь. Будем уваривать пюре. Обязательно накрывайте кастрюлю крышкой. Попробовала пюре из груш, сладкое. Сахар не добавляем. Попробовала пюре с яблок, кисловатое. Поэтому я добавляю 2 столовые ложки сахара. Можно и не добавлять. Но я знаю, что если пастила получится кислой, то детям не понравится. Поэтому немножечко, совсем чуть-чуть, добавим сахара. Пару столовых ложек. Это 50 граммов. В грушевое пюре я не добавляю сахар. Накрываем крышкой. Полчаса уваривали пюре из груш и из яблок. Первое выключаем из груш. Смотрите, густоватое. Выливаем пюре на большой противень. Размер 30 на 40. И разравниваем тонким слоем. Сейчас все покажу. Насчет того, как правильно сушить пастилу в духовке. Значит, у меня есть режим конвекции. Но знаю, что у многих этого режима нет. Поэтому буду готовить, как большинство готовит. При температуре 70 градусов с приоткрытой дверцей духовки. Я вам покажу, как все установить, как все сделать. Чтобы потом не было вопросов. Тонким слоем разравниваем. Пюре из груш очень ароматное. Ставим первый противень на вторую полочку снизу. Яблочное пюре уваривали также полчаса. Выливаем жижи. Это пюре, видите? И сейчас разравниваем. Нет ничего сложного в приготовлении. Зато эта сладость очень полезная. Поэтому готовьте. Если у вас так же, как и у меня, есть много фруктов, готовьте. Теперь смотрите. Температура для сушки 70 градусов. Стоит два противня. Пастила с груш стоит на второй снизу. Пастила с яблок стоит на четвертой полочке. На второй сверху. Теперь температура 70 градусов. Закрываем бетонку. И вот устанавливаем ложку. Сейчас покажу. И сушим до готовности. Пастила не должна прилипать к рукам. Пастила сушилась в духовке 7 часов. Значит, как ее правильно готовить? Или вернее, когда узнать, что ее пора доставать? Значит, смотрите. Когда вы дотрагиваетесь, и она не прилипает. Все. Пастила готова. Можно ее нарезать квадратиками маленькими. Можно скрутить в трубочку. Ну, как хотите. Я хочу вот сейчас. Это у меня пастила из груш. Вот так. Разрезаю ножницами. Отрезаю полоску. Так. Отрезали. Кстати, такая ароматная. Видите? Отходит легко и просто. И сворачиваем трубочку. Красота. Она так пахнет. Такая ароматная. Вы знаете, можно в пергамент чистый вот так заматывать ее и ленточкой перевязывать. Можно вот эту пастилу нарезать вот так колечками. Ну, тут уже ваша фантазия. Как сработает. И следующее. Отличный десерт к чаю. Для тех, кто следит за своей фигурой. Между прочим, как я уже говорила, пастила очень полезная. Смотрите. Скручивается. Легко. Теперь яблочное. Также нарезаем полосками. Ее можно скрутить и в глину. По цвету отличается. Сейчас посмотрим. Да, немножко отличается по цвету, по структуре. Попробуем. Какая же пастила вкуснее. Аромат неоднозначно с груш. Ну, а теперь пришла пора продегустировать. Такая красота, такой аромат. А главное, это очень полезно. Поэтому готовьте. Нет ничего сложного. Сейчас пробую пастилу с яблок. Так интересно. Видите. Скручивается легко и просто. Деткам понравится. Они любят играться с едой. Кисло-сладкая. Насыщенный такой вкус яблок. Вот чувствуется, что натуральная пастила. И еще что хочу сказать. Именно в эту пастилу я добавила 2 столовые ложки сахара. Так как попробовала пюре, но я уже говорила. Кисленькое было. Дети кислые не едят. Ну и теперь мой фаворит. Пастила из груш. Невероятно ароматная, сладкая, без добавления сахара. Какая же вкусная сладость у меня получилась. А главное, полезная. Готовьте в удовольствие. Готовьте на здоровье. С вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.